друзья всем привет у нас сибири стоят последние я думаю теплые денечки золотая осень решил в таком формате выехать покатать и немножко рассказать кто подписан на канал давно смотрит знаешь тоже эту модель знает что я люблю знаю знают насколько она интересна но все время с ней происходит какие-то доработки что-то доделывается и сейчас я хочу рассказать собственно что это за модель так резюмировать немножко да что с ней уже делалось что я с ней еще планирую дальше делать сейчас я сниму кузов и расскажу его техническую часть надеюсь вам будет интересно поехали итак немножко о начинке начнем с того что что это за 6 это производитель этой модели rc4vd фирма известна довольно давно это не китай насколько я помню делают их в сша что касается этой модели она была уже собранная ее не собирал она пришла мне в собранном виде потому что это был была немножко другая модель тоже от этой фирмы я брал ее без кузова кузов я докупал отдельно и уже сращивал кузов и 6 но так как это все одной фирмы и кузов и 6 производства фирмы rc4vd больших проблем с этим не было была проблема только его занизить давайте по технической части установил я сюда без коллекторную систему хобби винк достаточно новый мотор фьюжен называется с е 1800 витков спор пиньон эта пара осталась как и было задумано производителем машинка полностью обслужена везде загермечена смазана 2s аккумулятор я использую приемник стоит радиолинк и радиолинк семиканальный у меня аппаратура покажу сейчас мне вот так выглядит вот что касается колес здесь стояли штатные колеса на размер 96 но диски были 155 я поменял диски поставил побольше и резина сейчас примерно в районе 100 на 28 100 в зависимости того как на какой диск вы натягиваете что называется вот какие доработки были по подвеске для того чтобы она была помягче я убирал было тоже видео убирал рессоры дополнительные я ставил только по одной рессоре и задних амортизаторов я вытащил пружинку там масло нет там стоит пружинка передние амортизаторы пружинки оставил листы рессор тоже убрал она стала немножко помягче вот что касается еще каких-то доработок то пока их нет мне пришел свет который я пока еще не установил сюда по идее с поворотниками должно все работать и так далее поэтому следующим этапом будем устанавливать свет купил он водителя сидит на маленькой не масштаб и у него огромный руль где-то далеко но лицо видно поэтому уже все хорошо я еще хочу показать что я делал именно с моделью в плане крепления кузова момент очень интересные многие интересуются каким способом можно занизить если помните сейчас давайте я кузов установлю когда я снимал самые видео самые первые я показывал какое было дикое расстояние между аркой и колесом и это было связано с тем что кузов этот крепится сзади вот на этих шпилечках они сейчас у меня и остались а спереди здесь были вот стойки были пороги и крепилась по бокам с двух сторон на вот эти вот то есть на 4 винтика как раз и соответственно кузов стоял жестко машина была как избушка на курьих ножках но при этом посмотрелось просто ужасно что я сделал сейчас покажу во первых я убрал все эти пороги откроете первое видео будет видно вот здесь пороги на которые крепился кузов убрал пороги пластиковые пока что я их обязательно поставлю нужно только их маленько подогнуть под температурой дальше я установил вот такие вот магнитики с одной и с другой стороны и убрал ящик который располагался вот в задней части потому что он очень был высок амортизаторы свел в серединку соответственно что у нас получилось кузов пришлось доработать чтобы у нас была такая история сейчас я покажу здесь ответные магнитные спереди стоят и что я делал коробка все-таки вот этой частью она мешала я не стал что-то сперевать ковырять иногда но греют я аккуратно паяльником потихоньку пластик очень толстый я паял и прикладывал металлической пластины и потихоньку в минал и разминал сделал так чтобы вот эта часть здесь был вот такой же уголок в точности что вот эта часть не мешала сесть кузову нормально получается кузов садится вот на эти передние опоры спереди он никак не крепится ну сказать что он крепко но сзади соответственно эти шпильки сказать что он сильно крепко сидит наверное нет но при этом его достаточно переворачивалась остальное он не слетает потому что держит шпильки это прямо вот такой нюанс наверное делают все по-разному я вот таким способом отпустил кузов ниже и поэтому зазор между колесом и аркой стал нормальный еще что я получил я могу в зависимости от размера колес вот этими пятаками магнитиками регулировать высоту то есть я могу подкладывать делать выше делать ниже но здесь тоже надо смотреть то что колесо когда большой вот сейчас у меня все равно маленечко подкусывает о крыло но я тоже это буду подправлять либо маленько отгибать кузов либо когда буду ставить пороги он немножко разойдется и тогда уже не будет задевать если посмотрите вот тут маленько у меня уже подсточилась краска это не я напильником дорабатывал модель интересная и доволен несмотря там на поломку до которую по своей ошибке совершил но тем не менее так общаюсь тоже с парнями кто катает в россии 4 вд есть нюанс все равно вот качество там металла именно вот металла не всегда на высоте потому что какие-то такие поломки иногда случаются ты даже не понимаешь поэтому цена большая но на металле где-то сэкономили либо они действительно такого очень аккуратного использования что называется все аккумулятор достаточно плоский он садится кузов садится нигде не задевает для провода место там огромное количество потерял шпильки свои поэтому довольно интересно сегодня такая задача будем катать вот та резина которая у меня скоро будет ролик где она удивляла мне невероятно это новая резина мы уже катали но не по пескам хочу проверить как на песках и новые диски я сюда поставил на 1 и 9 они очень тяжелый один диск 175 грамм то есть машинка в весе так прибавила соответственно центр тяжести мы занизили в общем вот такая модель может быть сниму еще видео про другие свои модели такие подробные какие я использую так про серву не сказал тоже серву заменил сейчас покажу после тоже довольно известная это на 35 килограмм она загермечена я туда не лазил сразу на герметично но по большому счету меня это устраивает это машинка не для грязи поэтому помыть водой душем там без проблем она выдержит если у кого вопрос есть хватает ли типа 1800 витков хватает тебе скорость более чем хватает именно соотношение передаточного числа спор пиньон и этого мотора недостаточно одна ступенчатая коробка передач все прям замечательно никаких вопросов нет все друзья сейчас будет наверное видос небольшой как мы катаем небольшой компании по песку посмотрим как это будет выглядеть и на что способна эта резина погнали катать а она 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 Видно, вот следы от него. То ли наоборот сюда втаскивали, то ли угребали, ну понятно. Вот это коварное место. Кажется, что легко. Нет, я в нормальном. Я еще прям по заезду. Да, можно пробовать. Если потихоньку. Да, просто ради интереса. Для начала потихоньку, а потом. Сейчас тут кто-то нароет ямы, да? Ну то вы, наверное, нароют тут уже до лета. Нет, я катал где-то. Нет, ну какие-то машины тут заезжают. А плавно если не едет, прям потихонечку держать газ, если не продолжаем. Просто интересно. Тагир, ноги так же, да, наверное? Примерно. Да, ну так. Но только там... Что они? Они не 12-12, они 15-14. Ну, 14-14. Коля увидел, по зиме мы катали. Я себе его как раз на бардайку поставил. Да, да, да. Видишь? По грунту, вот прям там в Академии. Она совсем не то, что? Конечно, нет. Я и приехал, мне стало интересно. Как же она сейчас это... ползет? Никак. Ну да, здесь есть. Трактор ничего. Как это? Как это? Как это выставил-то? Там. В ТР или какой-то... Как бы так, в русский уровень. Мне потом сказали, что 200 тысяч. Сказали. А... Кроссарси там, наверное. Что-то я... По цене, да? 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 Да, едут они здесь. По цене, да? Ну а нам... Что... Колеса, мать. Ну хотя бы по цене. Ну да, да. По цене, да? По цене, да? Угу, угу. Ну а сюда кто заехал в прошлый раз? Такой рыхлый будет, прям такой же. Нет, бывает, да. Просто другие, я с машины другой. Это все влияет. Вот этот патрол заехал, даже не понял, просто так ехал и заехал. У кого-то один раз было 6 колес. Да, все, копает. Самый вариант. Это вот рыхлый тоже песочек. Ну тут такой момент, что в каких-то случаях нужно потихоньку-потихоньку, а в каких-то наоборот надо ускориться. Зависит от места и машины, резины, всего. И вот сам зацеп, например, уже как она? Вот она потихоньку едет, прям очень медленно, но и весь шалшко. Вот так резина мягкая. Да, резина мягкая. Единственное, что вот ты ее пальцем вводишь, а она зацепа, то у нее нет. Ага. Вот она каким-то пятном контакт, что ли, берет, я даже не знаю, как она. В самом деле вот эта резина, по моему мнению, одна не самая лучшая. В плане ее. Вездеходы как-то. Да, 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 ну потихоньку чуть-чуть, да, что-то далеко. А я вон уперся, а он как-то выпилен колесом передним. Колесник все туда прям, ну как-то, ну как-то она хоть ползет, блин. Я подумал, прям совсем перерывать-то будет. Как-то она хоть какие-то попытки делает. Ну тут ты почти уже заехал. Ну да. А мне там слишком, здесь штука пропиливает останется. Я просто смотрю передними колесами, она выпиливает бугорок. Ой, блин. Выпиливает бугорок и все. Вот, Сергей, видимо из-за того, что у нее рисунок не цепкий, она под себя не копает. Чудеса, чудеса на виражах. Точно такая в железе. Другой вес модели. Ну конечно, она просто. Ты куда ходом заехал сразу. Да, вот первый случай, я прям вот отсюда. Плавно трогайся, а потом газ в пол. Ага, давай. Тут надо ловить этот момент, потому что она сейчас начнет. Ооо, похоже на вода. Вот, первый этап так же, вот смотри, так же видимо прошло. Смотри, что сейчас полегче будет, я уже прокопал. Да, да, да. Очень много газа. Он здесь только не нужен. И не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. С какой же схемы одна резина другая? У меня, все вностью нет, и тяжесть, и… У нас не факт, как он 부� Может, совершение? Нет-нет-нет, подскажив словно, что она интересная. Если вы катались Hebrew, я провели этот ролик, я понимаю, о чем это говорит. Это реально какой у нас заехал. Просто спокойно. Дальше за ним ехал этот самый Бронко. Ехал бронко, чтобы я пер братан-то или여� сам пришёл. Ехал Бронко, ему уже было тяжело, но он заехал. Старый Бронко, а новый заехал, по-моему, да? Тоже скорячились безумно. Я ходом залетал вон туда, я прям чуть ли не вот отсюда, ходом залетал на первую вот эту вот ступеньку, а потом уже, ну короче, вот-вот-вот, вот-вот-вот, ах, маленько рановато, наверное, хотя, ну теперь вот такими же движениями, как и я, что остается? Далеко не было. Вот там уже протоптанное, там камушки, твердые, когда газ идет, мы берем потихоньку, вправо-влево, чтобы она продлевала, не потихоньку. Казал-то потихоньку тоже. Да, Юр, я просто вот, именно на раскачку я ешел чуть назад. Какой-то камень вылечал. Камень, да, на них я опираюсь. Еще разок чуть назад и прям... Попробуй сейчас тоже. Вот как я заезжал в бок. Чуть-чуть назад? Чуть-чуть назад. Чуть-чуть назад. Да, да. Вот сзади, наверное, не надо. А у нас тоже не дохило. Это полный газ? Да. Вов-вов-вов-вов-вов-вов. Право-враво-враво-раво. Вот и все. А вот он тяжелый. И вот прям, он закапывается гораздо быстрее, чем найти. Эти хоть плюхали, видишь? А у него другая тактика, конечно, обычно. Да, да, да. Сын, а какой мотор здесь стоит? 2.400. Ну, Tonshock. А что-то у него левят. Не дергается, так? А тут перезядки пишут. Попробуем сейчас все пушки подъемы. Так, сейчас я... Ой, сейчас никак не могу. Разные модели, газ разный. Пчелка вон, сопровождение. Да, да. Да, ладно. Ходом я понял, почему. Он эффектно спускается, да? Да, да, да. Тяжелый такой, плюхается. Прикольно. Давай ходом можно, только аккуратно. Да здесь медленно надо. Нет, почему? Вот сейчас надвоем достаточно быстро. А это легче ваше. Так нет, а ему нормально, он не перевесит. Да, он сколько раз на передние колеса вставал. Ага, балансировка. Просто, когда едешь, оно никогда не перевернет. Это тормозить, да, кубырем покатится. С пугом такой. Руль вывернула на машину. Шеститонную. Что, не надо опять его заходить? Маленько ходом. А что, все? 285? Коротка? Да, 285, по-моему. 287, а эта 275. Да, 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 да. А это 3124. Наверное, найдешь. Ва-ба! Длинные базы проходят тяжело. Каратыши могут так включиться от неба, чтобы... Здесь, наверное, с разгона. Здесь, наверное, с разгона. Так, просто не ломаем для будущих доездов. Там он кролол. Как-то ничего вообще не надо. Как-то ничего вообще не надо. Как патруль сюда завезял? Просто на свой. Ну, он даже сюда не пойдет. Патруль везде. Реально, интересно, мне это. Резины одинаковые. Ну, кстати, они едут плюс-минус, наверное, похоже, да? По цепу, по этой... По тактике забирания. Они прям похожи. Вот эти диски, кстати, тоже, по-моему, тяжелые, да, на колесах? Я их поэтому не вернел. В новом месте, которое были там... Да, 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 я вот еще хотел спросить. Там туши вообще не такое. Да? Там, во-первых, все, это... Грунт такой, на земля. Она очень твердая. То есть, там камню накопали. Ну, конечно, здесь это можно, но... Очень-очень плотная камня. И это... Ладно, много-то, чтобы она не буксовала, а потом... Зевать! Ну, легко вот этот и никак едут. И где-то прям очень сложно. В плане того, что можно смотреть, как колесные годы, а вот здесь Расстояние между нижней частью машины и земля, вот это расстояние, это весь пирс. И он, соответственно, по прямой едет, когда по прямой едешь, ну и веришь себе ездить. А там-то камень может торчать, и ты в камень укрешься, дальше не поедешь. Поэтому нужно аккуратно, где-то на камень надо наезжать, где-то... Ну вот, как можно! Ну, люди уже накопают, если вообще над ней... Хорош? Теперь сюда заезжай, потихоньку держишь газ, вот пока... А то назад и? А то нам нужно до кафе не ехать, да? Ну да, нам нужно до кафе не ехать Мы должны до кафе не ехать Мы тут соблюсь в горку на вас, а то мы ее не ехали Вообще-то сейчас, наверное, не ехали А вот тут большой вопрос Я как раз у него и свалился Я как раз у него и свалился Мы можем это, маленький выбор Я как раз у него и свалился Именно он это так Так он выше, а так он ниже Но тут боковой, что он есть Интересно Но тут тоже, на самом деле, все заехали Я заехал И этот Как он и хорд Заехал Я заехал Я заехал Я заехал Я заехал Я заехал Я заехал Короче Ничего я не поснимал Потому что был увлечен заездом Было жестко Так, а Фергейнера снимал Нет, здесь просто Это неинтересно снимать Потому что все равно потом вырезать Это очень огромное Сейчас Примерно то же самое Для нашего дефендера Уже все Уже все Все Нет, руль налево И спускаться Можно Да Ну или руками перестать Ну да Здесь прям коварно Главное Попробуй разогнаться И вот здесь На полнике туда заехать Как тут В прошлый раз Нихуда правее Ну вот про тебя Ира, сейчас полный газ тут не сработает Надо вот как я именно Ловить этот момент Нереально Резина очень Очень схожа По поведению Ну тяжело что Тяжело Вот где мастерство Оттачивать Да? Пришел сюда На полденечка Где закопаться Да Где оно тут Ой ты тут У меня Говорит В городе Есть место Такое Я не могу туда заехать Вообще никак Какой-то корень там Потом, говорит Снял ролик Пришел домой Начал смотреть ошибки Типа Придумал план И потом заехал Видос посмотрел Как надо было заехать Я, говорит Корячился Но получилось В итоге Все Ходом полетел Да Питание Много Такие Да Много У меня, кстати Здесь тоже слабенькое Стоит Но Здесь Твердо притоптали Проехал Да Такой Вот кусочек Дальше Вот опять Да Это Читает Надо за что за резина-то стоит? это кто? оригинал или это? как они по грязи едут? я думаю если на модель полегче здесь бы наверное было бы совсем а у них тоже размер сотка или побольше? ну во все помогли маленько доработали трассу ну ты попробуй там да, если плохо ходом иди сразу ну или протопси да маленечко она ну кстати я попробую вот так аккуратненько ехать чтобы они не срывались да да может и правда сработает? вот в этой резине походу чуть-чуть влажный грунт либо чуть плотнее чем рассыпучий песок и она начинает зацепляться за это потому что мы когда в академии с Максом как раз катали я блин залез в потицу там просто и отвес и подъем я вынесу себя тебе а Макс на что? у меня там предаторика? да да а они вообще у меня не верят? ну там да почему это ее так закручивают туда вот мягкую? ну потому что там мягче стой, стой, стимует надо достать не зря же лебедка была новая а что теперь? все, отключай все, и вон зашакал цепляй за петельку за вот эту? за любую это не петелька, это крючок но можно за него подойди, теперь что? теперь назад же? да можно газ потихоньку держать Сергей сейчас просто назад просто газ, да? потихонечку педали в смысле ну нажимаем потихонечку потихонечку о снимаете? некоторые из нас называются вы просто взрываете? ну да ну тут лебедка, а так больше как канат использована ну, как тру так да ну видимо работает здесь такая история не носим вообще обожают снимать другая история а вот все, вес другой маленький вес, не продавливается ну в натяжечку тяжелее да чем не торопись тут да тут интересно давай давай не бойся только не вот так вот быстрее чуть быстрее вот сейчас газ 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 не останавливай вот если был бы не песок перевернулось бы да а песок он вот этот а страшно ты начинаешь то есть у тебя можно было ее оставить и экономить на куколках да вместо куколки ее оставить а вы снимали с лебедкой? ну у меня маленькая есть там кусочек выстави в чат интересно пусть посмотрим а у меня блин этот телефон он не это он без симки и он просто ну как камеру я его использую поэтому мне чтобы скинуть его в телефон куда-то в чат это мне надо 18 действий сделать я поэтому просто ролики монтирую а если кто-то переселит тоже так? он здесь просто как этот как видеокамера то есть ты ее от него не туда я на компьютер сбрасываю там ролик монтирую поэтому здесь этот зафиксирование было вот смотри я вот застрял меня бы по идее сейчас надо вытащить да да а есть лебедка на этом? вот крузаке нету нету? но она есть зато трос пробуем моей? да крузака тогда как раз поснимаем да 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 давай попробуй вот так объехать меня туда все а Иру туда же давай осторожней ну да надо надо я помню ты в этом в академии вон не хотела потом ничего да а потом а потом что-то что-то да вдруг ты проедешь? так я вообще не могу проедать мне вот этот наклон очень мешает я думаю я думаю что я сейчас полечу куда-то в неизведанные дали ну да срывается блин ладно сейчас надо теткой вот и вся история что надо куда-то на самом деле все сложим ничего нет ну да